привет это форбс антология 12 интервью наверное самые востребованные в москве людьми с персональными консультантами по личному развитию которые помогут вам начать вашу личную трансформацию и начнем мы прямо здесь в самых высотных в европе апартаментов форбс апартаментов башни федерации леонид кроль психолог тренер по эмоциональному интеллекту более полутора тысяч групповых тренингов за 40 лет практики осенью выйдет его 15 книга кандидат медицинских наук профессор магистрской программы психоанализ и бизнес консультирования высшей школе экономики привет меня зовут анна манга это форбс антология и сегодня мы встречаемся с леонида марковичем кролем психологом специалистом и консультантом в области эмоционального интеллекта и говорите мы будем как и во всем нашем цикле а личные трансформации людей уже вроде бы состоявшихся но на самом деле потребность в этом сейчас мне кажется велика очень у многих ленин маркович скажите пожалуйста первое что такое эмоциональный интеллект который мы сегодня будем обсуждать ну это все то что остается если вычесть то как человек умничает и старается быть интеллектуально если совсем грубо то эволюция потратила несколько миллионов лет чтобы создать биологическую особь и примерно там 20 тысяч лет чтобы социальный человек и вот соотношение социальным человеком и биологическим она примерно там как один к тысячи вот это вот тысячи это собственно вот все то что нам дала природа то есть это наша в лучшем случае там интуиция чутье харизма ну и прочее прочее поэтому социальный интеллект это возможность обратиться вот к тому что у нас внутри вот к тому что находится под такой тонкой интеллектуальной надстройкой у всех людей развит эмоциональный интеллект это хорошая новость просто далеко не все им пользуются поэтому собственно мы имеем дело с областью в которой у человека есть у него есть вот эти опции но он ими не пользуется это как характер характер это некая машина которой многие плохо управляют а внутри есть много всяких опций там гаджетов которые можно гораздо лучше управлять поэтому и что чтобы развитие в том что вы его открыть часто снять какие-то искусственные ограничения в виде чего-то что на человека влияет его там его цензуру там его там каких-то каких-то предписаний и прочее прочее сделать человека более естественным а но зачем мне это как предприниматель например люди любят интуицию а интуиция это нюх это то что связано с большой россыпью разных фактов и вот собственно настройками люди любят хоть харизматичными то есть и обаятельными а и харизма и обаяние как раз строится на основе именно эмоционального интеллекта и поэтому те люди которые играют и верят в то что они сухари или в то что они целиком интеллектуалы они просто ну находятся вот в таких ограничивающих себя условиях в смысле того что еще у них может быть вот из вашей практики можно привести мне примера когда открыв человеке сняв эти шоры которые может быть сам человек на себя надевает ситуация его личная может быть ситуация с его бизнесом изменилась то есть вот он открыл себе вот эти вот эмоциональные ресурсы которые были в нем закупорены и что-то принципиально новое произошло ну вот я несколько дней назад был клиент успешной победительный с хорошим бизнесом выстроенным вначале в россии потом в другой стране который как многие умеют летать вверх и ни за что не хочет но если по аналогии с птицей опускаться на какой-то более низкий горизонт и сейчас существует довольно сложная ситуация где ему нужно так или иначе ну и и решить потому что или пан или пропал он не может от этого отстроиться он невольно об этом все время думает и как только он от этого отходит у него начинается что-то вроде такой вот фазматической атаки во все время к этому возвращается он на этом фиксирован у него чувство что на нем висят там его дети его жена его партнеры все зависит от этой ситуации и все зависит от этого и собственно когда из этого гиперсерьеза начинается возможность там слегка шутить и мы как будто бы там на полях вот это с этой страницы рисуем кит картинки вспомнить пушкинский стихи где всегда есть вот рисунки просто рисунки то он начинает незаметно расслабляться и это фактически такая работа с его скрытой панической атакой с его скрытым спазмом потому что он не может отпустить себя вот в этот полет там немножко вниз потом немножко вверх и так далее и есть у него есть родители которые оба классные спортсмены и титулованные спортсмены с очень разным биография и если например матча довольно такой ну с плавной спортивной карьеры то отец очень спазматического такой типа потому то что это сам себя сделал ему очень хочется быть как мать но он все равно существует в рамках вот этих вот жестких спазмов человек с очень высокой цензурой он говорит очень правильно ни одного лишнего слова очень корректен у него как бы сидит внутренний редактор который отсекает все лишнее и вот такой подход с ним шутливый слегка небрежный слегка его портящий вот этот его перспекционизм заключается в том чтобы ну делать ошибки там буквально снимать ботинки под столом и вы прямо его этому обучаете то есть вы его разрешаете одна-две сессии при которой мы как бы видим две стороны в эту сторону там перфекциониста и чека который безукоризнен и с высокими требованиями к себе без права на ошибку и страницу другую и вот он становится более разболтанным более спокойным там на джазовой сессии там на газоне каком-то смысле задача в том чтобы его немножечко испортить и вывести из этой сосредоста не безукоризненности потому что тогда он становится более живым и у него отходит на второй план это потребность все время быть безукоризненным нечто подобное происходит с людьми которые считают что если они остановятся и у них не будет этих бесконечных тревожных перемалываний то мир остановится вместе с ними и они станут лузерами это такой маятник он не может жить в середине там просто расслабиться и отдохнуть или он на высоте вот этой тревожной пирамиды и повелевает неким миром вокруг себя или он ничто поэтому для этого человека отпустить контроль вот отпустить тревогу часто считывается как слабость эти люди очень боятся слабости и все кто находится в их сфере влияния муштруют делают их мужественными мотивирующими в общем до смешного все время включенным это вообще же огромная проблема общества для людей которые живут в этих критериях успешности и больше всего в жизни боятся быть лузерами вообще это же какая-то паранойя такая массовая не дай бог тебе кто-то чтет недостаточно successful можно ли вообще состояться при этом отпустив себе это это желание постоянного успеха новых границ и так далее но очень по-разному потому что собственно наша тема мне кажется интересный эмоциональный интеллект про то чтобы найти индивидуальные ключи выйти из системы обобщения там и часто такого человека выбивает из колеи нечто происходящее вот он как и так какими-то двигается такими вот резкими резкими колебаниями но мы говорим о запущенном случае а в среднем такая высокий уровень тревоги достаточно распространенная вещь и люди часто приходят потому что успех начинает ощущаться как безусловные но не приносит счастья и как ни странно возникает запрос там вот на на радость на счастье когда человек меряется успех количеством поставленных галочек в конце концов он понимает что есть кто-то вокруг у них есть это чувство радости а у меня она где мне кажется что вот дефицит например каких-то раскрепощенной харизмы интуиции человеку трудно самому в себе обнаружить он может обнаружить просто что ему плохо да в той или иной серии просто вот ему некомфортно он не знает эту проблему решить на днях у меня был другой клиент очень очень интересный и он стал тут с альтернативой он уже хотел уйти из довольно крупной корпорации но тут ему да сделали некое предложение которому трудно отказаться и вот он просто пришел ко мне но как наверное приходит чек который играет в теннис там к тренеру вот по по разминке чтобы это обсудить и вот в этой беседе я понял что есть два фактора с одной стороны он человек очень обязательный болевой а с другой стороны у него есть какой-то свой ресурс когда ему станции дискомфортно он начинает тянуть из себя то есть он справляется внешне все в порядке но это уже начаться немножко такой вот жертвенное поведение мне показалось я обсудил с ним что вот реально его контракт фактически должен быть там на полтора-два года что иначе он будет раньше он лузер а по вот его эмоциональном устрою но хорошо сделать решение через полгода и вот наша сессия была про то может ли он себе позволить принимать решение реально через полгода то есть выйти из ситуации потому что мне было понятно и мы это обсудили и оказалось что скорее всего так оно и есть чтобы внутренний ресурс там эмоциональный ну на полгода то есть когда его внутренний комфорт встречается с деловой частью и следующий там год он бы мог это вынести и тянуть но уже что называется с удавкой на горле при этом человек достаточно творческий и внутренне такой погруженный в себя хороший аналитик то а его смущало что вот в этой большой корпорации он будет заниматься естественно политикой и мы с ним обсуждали такую феодальную карту того что будет происходить вот буквально там по персонали и его это было любопытно потому что собственно мы нащупывали вот этого внутренний ресурс сколько он сможет для себя пройти и может ли он уйти из вот этой системы раньше чем стоило бы крутому чем прилично потому что но есть жена и надо быть вот естественно крутым парнем для жены есть всякие прочие критерии и но для него мне кажется было в общем полезно что этот внутреннее чутье внутренний выбор ввести в качестве факторов рассмотрения его внутренний ресурс вот терпения комфорта там и прочее прочее а вам как специалисту трудно вообще изгонять из крутых парней вот собственно крутого парня и находить в нем того самого человека сколько на это уходит времени чтобы это лишнее но соскрести нормального человека мне это очень интересно и я не считаю что в человеке есть лишнее то есть мне кажется что мы просто перекомпонуем что-то и задача у меня это прежде всего там вот включить свет с разных сторон подсветить с неожиданных точек ваши технологии и ваши приемы которые вы используете они включают давление на человека может быть сначала его нужно загадать в стрессовое состояние а потом вывести на свет есть же такие техники которые доводят человека до такого эмоциональной драмы а потом приводит к тарсису вы приписываете мне свойства великого шамана я считаю что все короче в какой-то степени вели шаман если они могут менять жизнь человек знаете я свое время очень увлекался таким специальным рейхсоновским гипнозом и из два вида гипноза один про то что сильный человек внушает тому кто послабее а второй это тип когда человек подстраивается под другого чувствует его и потом начинает предлагать ему некие такие фантазийные эскизные решения я конечно сторонник второго подхода при которой задача снять человека лишнее давление человек испытывает колоссальное качество скрытых давлений они в нем там просто зашиты там из его истории то есть известное высказывание там бисмарка что ни одного диктатора не столько власти как учителя младших классов все равно же это рынок и когда клиент выбирает кому ему пойти особенно если вот например как мы ориентируемся на клиента из бизнес среды он вообще же пытается подумать какое предложение лучше как его купить критерии так далее все воспринимает себя вот внутри своей знакомой системы координат как человеку сориентироваться кому ему пойти какому специалисту каждый чек из бизнеса который вы говорите окружен большой свитой него есть помощники заместитель представь себе он сам решил принять решение раз в жизни без секретаршему смы неловко вообще с кем-либо обсуждать помощника секретарши совсем другое у его помощника и секретарш кошмары несчастный человек вообще вот это несчастный человек раз в жизни он стесняется того что у него сложности он чувствует что то ли у меня выгорание то ли у меня бизнес не растет у меня какие-то проблемы не знаю кому обратиться как ему понять это очень просто ведь там чек может обратиться там например там по поводу какой-то узкой узкой своей задачи там о том что там он стал кричать там или как ему стать более энергичным или как ему лучше выступать потому что что-то его раздражает и так далее и в процессе этой конспортной как бы консультации пока он пробует консультанта на зуб выясняется собственно как может строиться там тот или иной контент я помню меня был много лет назад клиент который тогда был депутатом устарственной думы много лет назад другой думы и там бизнесменом и прочее прочее его запрос очень простой он сказал что вот я вообще-то говорить могу но когда я перед журналистами я замолкаю я очень злюсь и ничего не могу сказать и выяснилось что просто человек у которого там несколько языков один из которых ну матерный то есть не обязательно матерный в буквальном смысле но это был естественно его родной язык но надо но такой вполне экспрессивный и когда вот он может позволить себе там по понятиям у него все прекрасно получается и когда там мы это поняли там что у него вот есть такой язык такой и такой и нашли некие экспрессивные там способы вот себя выражать после этого доверие у него возросло и мы могли с ним решать совершенно другие проблемы там которые о которых он бы не стал заикаться вначале то есть в общем так иначе в начале любого контакта становится некая вот такое неформальное доверие если говорить о еще поговорить о стратегиях вот как и с этим эмоциональным интеллектом быть бывают ли ситуации когда человек действительно начато этого лишён когда он абсолютно рационален а вот эта эмоциональная компонента у него в зачаточном состоянии есть некоторые спорные случаи считается что там стив джобс там был абсолютно лишён эмоционального интеллекта и был вот таким как бы очень жестким суперфрагматичным он создал iphone и это конечно очень такое эмпатическое действие не лишён на эмоционального интеллекта чтобы каждому было удобно то есть он мог стирать порошок стирать порошок тем кто был рядом там и его дом был обставлен там тремя предметами что-то него не устраивало но при этом у него была вот такая эмпатическая дальнозоркость такой дальнозоркий эмоциональный интеллект при котором он создал нечто чем он завоевал ну большой сегмент 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 мира поэтому мне кажется что людей без эмоционального интеллекта просто нет даже как как бы человек не декларировал что он там почти машина и у него есть только большие полушария и он вот интеллектуал все равно за этим существует вот эта длинная эволюция там и большой мозг который так или иначе является мозгом вот этого изощренного хитрого животного которое победило всех на этой земле поэтому нет людей без эмоционального интеллекта есть люди которые не пользуются нужными настройками задача профессионала собственно передать пользу этими настроек это всего лишь такой инструктор по настройкам у нас есть рубрика словарь словарь человека который пытается вписаться в новый трансформирующийся мир и соответственно ориентироваться и в терминах и так давайте поговорим о термине эмпатия эмпатия это способность в чувствоваться чувствовать себя в роли другого идентифицироваться с ним способность объединять свои чувства со своим разумом ну и опять это то что позволяет нам собственно выходить в мир и делать для себя свой мир богаче вы упомянули важное тоже мне кажется и для вашего направления работы и для нашего разговора слова эмпатия мне всегда казалось что эмпатия и вот те самые люди рациональные которых мы сегодня говорим на котором ориентирован наверное наш разговор это вообще вещи абсолютно не пересекающиеся потому что эмпатия это скорее про благотворительность социальную работу где бизнес в бизнесе эмпатия но вы говорите примыкая там к никому мнению что вообще эмпатировать бы это это слабость то есть вот те слабые у которых много времени и нету возможности вот они переживали они переживают ну реально можно приведу простой пример крупная организация и не однажды довелось участвовать в эксперименте на таком самом низовом уровне и вот приходят клиенты и люди и и значит сотрудники этой организации с ними работают у сотрудников очень четкие предписания как себя правильно вести и понятно что люди которые приходят они чувствуют ну при всех своих издержках жизни что вот здесь они могут оттоптаться там лишний раз потребовать там капризничать быть недовольными и прочее прочее и в итоге вот когда люди сотрудники действуют вот по своим скриптам они к вечеру выжатые лимоны и когда выяснится что путем небольшого тренинга они могут этим людям там сочувствовать это значит что вникать в их положение иногда шутить там больше менять там свою позу как-то подстраиваться то есть эмпатия это процесс из поколения двух частей входить в чужую шкуру и выходить из нее люди которых вы говорите в бизнесе они как будто бы боятся что если войдут в чью-то положение на уровне благотворительности они в этом застрянут и вот будут такими несчастными человек эмпатичный он как раз легко входит чувствует и выходит люди которые этого боятся они запирают у себя вот возможность вот этого выхода из возникшей такой вот позиции сочувствующих поэтому мне кажется как раз что для сегодняшнего высокоразвитого бизнесмена предпринимателя человек принимает решение очень важно для быстроты решений лучше чувствовать того с кем он общается входить чувствовать и выходить это очень освежает это в общем-то энергетические батарейки которые нам подарила природа поэтому такая игра независимость что я такой великий что могу ни в кого не вникать пускай они вникают мои потребности это конечно не все вампиры а для того чтобы они из меня не высасывали мою энергию я буду наоборот железному феликсу таких людей можно немножко пожалеть потому что они просто лишают себя природных батареек часто ли востребован такого рода тренинги например для компании или для какой-то бизнес-групп где повышается и эмоциональный интеллект и вот эти вот способность к эмпатии эмоциональный интеллект вообще-то является частью любого нормального тренинга и любой нормальной любого нормального консультирования потому что в общем требуется подбор индивидуального ключа включение в человека разговор на его языке и вообще выработка доверия доверие вырабатывается в группе но не словесными способами люди как как и животные чтобы они почувствовали доверие должны подвигаться чур чур мое место там улыбнуться это тоже может происходить на тренинге даже игровая часть игровая часть это есть тот разогрев который необходим для того чтобы у людей спонтанно возникла повысилась доверие чтобы они вышли важная часть для какой-то корпоративный это важная часть для любого человеческого взаимодействия потому что если люди не проходят этот этап разогрела они становятся друг другу более формальны очень скоро им надоедают их одеты личины там или роли и возникает вот это вот скука бич современного нашего контекста бизнес-контекста это конечно скука скука как как что чем присыщенность или ну скука как да как то что я уже это видел покажите что-нибудь другое за углом интереснее там вообще-то я уже вас понял там я знаю что мне хотите сказать ну ладно еще подержу лицо но мне надоели ну и много всего вот такого а если вы можете не научить не скучать конечно это это то что связано там с доверием там с интересом с иронией и вот с этим выходом из вот этой вот присыщенностью есть очень простой прием вот такой банальный там тоже эта группа достаточно ответственных людей на свет директоров там все гроссмейстеры каждый просчитал всех там на там двадцать шесть ходов там и знакомишь ты просишь каждого назвать пять-шесть имен как как их называли в детстве с интонацией там бабушка там мама папа дедушка и каждый называет там пять-шесть своих имен и они это все слышат и это разительный эффект потому что никакой нет нарушения конфиденциальности это нельзя использовать но вдруг они видят что этот был баской а тот был там каляшей и начинает улыбаться улыбаясь они двигаются двигаясь и улыбаясь они садятся в более мягких позах там и вот вдруг возникает некий мир вот в этой группе который отличается от их гроссмейстерских там понимания там вот кто в какой интриге там в чем там и и как и как и как интимная какая-то коалиция возможность возможность более гибких от человеческих отношений вступает вот в дело вот это вот эмоциональность близкой стаи сколько времени нужно на настоящее эмоциональное в этом смысле преображение из зажатого сухаря который мы очень часто встречаем вот всяких ответственных средах до раскрепощенного человека который настроен на креатив на контакт такого эмпатичного ну очень по-разному я думаю что в бизнес-среде там так сказать такая серия там коучинговых встреч самая обычная это от 6 до 10 встреч это не так много это 6 10 часов когда человек отчетливо ощущает ну как бы другой модус возможного действия то есть он сохраняет прежнюю свой способ но у него появляется вкус вот к креативу вкус креатива если говорить о результатах вот мы сказали что вот можно измениться примерно за 6-10 встреч зависимости видимо от изначального диагноза получить возможность изменения то есть ты можешь обратно вернуть свой сухой домик но ты можешь на него вообще выходить с большим чувством безопасности бывает ли что все таки не удается изменить ситуацию и еще вам вот клиенты или пациенты уже не знаю как правильно назвать выкатывают ну вот занимался такой фигней конечно глобально не изменился ну конечно бывает но все-таки некая такая рессорная часть которая страхует ситуацию ты же не работаешь с клиентом на таком высоком уровне серьезности ты над ним шутишь ты над ним иронизируешь вас послушать юмор это один из главных профессиональных ключей это действительно важный ключ потому что это тоже способ масштабировать ситуацию дистанцироваться отодвинуться приблизиться и так далее вот у меня был клиент очень высокопоставленный человек мы с ним как раз занимались вот по запросу эмоциональным интеллектом и каким-то таким под итогом была история как я посвятил ему завести аквариум в кабинете и что в этом аквариуме плавали какие-то ну морские существа каждый из которых идентифицировать как член правления этой корпорации и там появилось существо которое своими щупальцами все грибло под себя крокодила купил и кто-то но она нет он был не такой большой но тем не менее у него это было для него поводу улыбнуться потому что когда он приходил из таких вполне так сказать закаленных там вот и вот этих нервных позиционных так сказать игр этого средневекового царства увидел как ведет себя вот этот прообраз там этого персонажа а как ведется вот тут один лежал на дне другой открывал рот и хищно оскаливался третий греб этим и его это увлекло то есть это был в общем выход вот этот кривативный мир с улыбкой причем об этой истории знали только там он и я никто вот внутри не знал откуда это увлечение вот этими так сказать морскими существами и вот эти вот штучки они очень влияют потому что человек как бы получает в пределах вот этой своей заданной и необходимой несвободы а кто вообще был обречен получает некие свои как бы карманы или люфты вот этой эмоциональности там тепла улыбки и ну как бы другого мира одна ваша клиентка которые я знаю рассказала мне что благодаря вашему тренингу она возможно научилась получать более высокие гонорары благодаря в том числе и тренингу по эмоциональному интеллекту объясните мне какая связь между этим ну это очень умная девушка которая справедливо хочет стоить дороже но когда она встречается с человеком у которого явно много денег и конечно же хочется чтобы он как в хорошей сказке оценила сразу по достоинству и облил ее пусть не золотым дождем но неким таким вот нормальной порции конфетти там и она в общем невольно все-таки говорить с этим человеком ну о деньгах как ей кажется он только об этом способен говорить мне кажется если строить этот разговор более свободно и показать ему какую игрушку поставил на стол или какие-то картинки которые могли бы его развлечь и так далее это очень простой способ чем человек выглядит более серьезным и отстраненным тем днем больше ребенка кто хочет поиграть какие-то игрушки и картинки и вот эта свобода то есть развлечь и успокоить а после этого начинается уже что-то вроде переговоров а кроме того по сути она очень достойный специалист но она хочет чтобы это было само собой понятно она не рассказывала этому человеку о том сколько труда нужно чтобы сделать ту или иную работу или сколько это еще там где-то стоит и вопрос вести вот такой свободный разговор за очень короткое время это раскрепощение и чувство что вот над ними раскрывается общий зонтик и под этим общим зонтиком в принципе легче вести переговоры и поэтому вот это как бы человеческая струна то есть друзья стоят дороже ну это даже не друзья это люди которые могут на короткое время оказаться вот под зонтиком с как у Андерсона с разными картинками они просто под черным зонтиком на котором написано деньги 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 потому что понятно что человек который успешен вот в бизнес сфере он каждый день из него там 30 человек хотят получить деньги и для того чтобы вести эти переговоры нужно прежде всего выделиться из этих 30 человек то есть чтобы это было не про деньги а про что-то еще скажите а сколько стоит отрастить эмоциональный интеллект и выйти преображенным от вас вот вы говорите 6-10 занятий потому что это же очень важно понять вот сколько нужно вложить и времени и денег в эту преображение ну это очень по-разному вы готовы говорить да ну просто вы спрашиваете тут есть два вопроса первый вопрос сколько нужно вложить у человека чтобы он стал олимпийским чемпионом это один вопрос это вы не уйдите не уходите от ответа я про олимпийского не спрашиваю если для того чтобы человек почувствовать просто спортсменом почувствовать себя там почувствовать удовольствие от того или иного вида спорта ну вообще-то корпоративная цена там коучинговой сессии примерно 40 тысяч рублей одной и это сильно отличается от цены психотерапии когда у меня есть коучинговый клиент которого я считаю что неплохо было бы ему получить психотерапевтическую консультацию я просто ему рекомендую кого-то из психотерапевтов знакомых это другой процесс ну это просто могут идти параллельные процессы потому что все-таки я в качестве вот такого как бы коучинга работаю более энергетически и может быть и более часто профанистически потому что все-таки психотерапия это процесс долгий осторожный и гораздо более дешевый потому что если вы спросите сколько стоит там сессия психотерапии в Москве она в среднем стоит там от 3 до 5 тысяч и я думаю что за 3 тысячи можно видеть вполне хороших специалистов которые будут с тобой с отдачей и с квалификацией работать поэтому я не берусь там за психотерапию часто длительную считаю что это есть другие специалисты и вообще можно к ним обратиться я обычно этот вопрос задаю вначале вас спрошу в конце как вы нашли вообще для себя тему вашу профессиональный вот этот вектор как вы к этому пришли ну это чистый маркетинг просто он как бы появляется на стыке я люблю проводить всякие там бизнес тренинги как события и мой ответ такой что я вот как человек не слишком молодой когда я работаю я как тюлень который в воде у меня есть свои три измерения а когда я не работаю я как тюлень на суше то есть я там ластами там перебираю но для меня ситуация светская гораздо более такая неуютная в целом чем вот собственно там работа я люблю разные тренинги это тренинги переговоров это тренинги там по эмоциональному интеллекту в Москве и в Италии а вы можете научить вести переговоры ну думаю что да у меня есть две книжки по этому поводу вот и там у меня есть книжки там про эмпатию как работает эмпатия мне вообще нравится писать книжки потому что ты формулируешь там ты там думаешь там ну и в общем как-то опыт куда-то хочется отдавать знаете вот с возрастом такой вот нагретый камень который хочет куда-то отдавать а он никогда не хочет сказать иди врачите мою книжку а потом возвращайся поговорим ну это дурный тон нет мне не хочет так потому что в общем это ну то есть вопрос почему я в общем сейчас говорю об этой теме ну это вопрос маркетинга у меня медицинское образование я начинал как психотерапевт и дальше любил психологию ну сейчас это просто такая вполне востребованная тема чтобы одушевлять людей и одушевлять организации одушевлять организации это классно у нас есть такая рубрика в финале если давать рекомендации людям которые еще не пришли на коучинг не пришли на сессию не просто вот недостаточно эрудированные возможно не понимают куда им идти с чего им начать какие начать делать упражнения чтобы почувствовать изменения я работаю в таких режимных организациях жестко структурированных нашел такой мнемонический прием который и фактически хорошо работает я говорю людям вы можете легко меняться если вы этому уделите 15 минут в день вот идеально но 30 раз по 30 секунд вот в течение дня 30 раз по 30 секунд всего 15 минут вот вы вышли утром из дома на 30 секунд вы останавливаетесь вы смотрите вокруг вы дышите глубже какое сейчас время дня какие деревья рядом вы вышли из вот того круга мысли в котором вы были вы сели в машину у вас 30 секунд вы думаете о том какую музыку вы хотите послушать с кем вы сегодня встретитесь как вам сесть удобнее то есть вы вот в этих 30 секундах вы заземляетесь и общаетесь с природой вы физическое тело а не ваше тело подставка для головы вы человек а не функция вот 15 минут в день но 30 раз по 30 секунд с утра до вечера вы у себя один я у себя одна физические ощущения к ним иногда подстраиваются и так происходит 15 минут там где-то там выйти из офиса и пойти погулять ввести в свою жизнь некоторую долю неопределенности ты не знаешь кого ты встретишь ты зашел в булочную ты зашел в цветочный магазин то есть ты потерялся вот если ты потерялся два раза в день на 15 минут это дополнительная история то ты нашел себя в общем гораздо более освежевшим в трансформацию даже я могу себе позволить спасибо большое, Леонид Моркович, вы меня очаровали спасибо большое ваш осенний университет форбс антология 12 увлекательных уикендов осенью 19 года посвященных главным технологиям персонального развития 12 звездных тренеров их лучшие практики уникальное пространство на головокружительной высоте 90 этаж башни федерация все что деловому человеку нужно узнать о трансформации чтобы владеть лучшими инструментами персонального роста ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЦР... НЬИ, ЭНИ, ПОДЧОМСКИ ... Продолжение следует...